В усыпальнице русских адмиралов вспоминают Андрея Первозванного. Он первый ученик Христа, один из 12 апостолов, небесный покровитель моряков. По преданию, его распяли на косом кресте, почти таком же, как на флагах, которые сейчас освящают. Благословляется и освящается знамение Северска в крепости утверждения Христа именитому воинству и в победу на вся враги окропление воды все освященной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Белое полотнище с двумя синими линиями по диагонали. Андреевский флаг – символ мужества и чести, особенно для тех, чья жизнь связана с флотом. Окрапленные святой водой флаги раздают представителям экипажей. Испокон веков за Андреевский флаг моряки отдавали свою жизнь, но никогда не отдавали свой флаг врагу. На нашем раке доме Кати Ивановна теперь будет освященный Андреевский флаг, это Божье благословение, позволит нам более успешно выполнять свои поставленные задачи и добавить нам уверенности. На кораблях Российской империи этот флаг стали поднимать в 1699 году. Петр Первый лично продумывал, как будет выглядеть флотская символика. По легенде, он нарисовал разные варианты стяга и во время раздумий заснул. А когда проснулся на чистом листе бумаги, увидел лучи, преломленные в виде пересекающихся линий. Император подумал – это знак свыше, и тот же изобразил окончательный рисунок флага. Изначально длина Андреевского флага достигала 4 метров. Он должен был пугать врага не только своим видом, а и на слух. Большое полотнище словно ревело на ветру. Сейчас размеры зависят от ранга корабля, то есть от его предназначения и боевой мощи. В советские годы поднимали военно-морской флаг СССР. Статус Андреевскому вернули в 92-м. И Федор Федорович Ушаков, и адмиралы, которые покоятся под спудом Святоладерского собора, адмирал Лахимов, Корнилов, Истомин, Лазарев, другие великие адмиралы, которые покоятся под спудом собора, они как раз-таки доказали вот эту правду Божью. Они любили Бога, они любили ближнего, они были христолюбивыми и миролюбивыми людьми. Но когда враг приходил на нашу землю, они, защищая землю, отдавали самое дорогое – свою жизнь. Чин освящения Андреевских флагов в Севастополе проводят с 97-го года. Как говорят на флоте, это не просто традиция, это напоминание о морских победах и о том, что с нами Бог и Андреевский флаг. Анастасия Синица, Александр Тарасенко. Новости Севастополя.